Молодо, не зелено. Иван Николаев, подручный из Телевара, конвертера, кислородно-конвертерного цеха ПАО ММК, стал одним из победителей общекомбинатовского конкурса «Лучший молодой рабочий». Всего за 4,5 года он отлично отточил свои профессиональные навыки и даже начал осваивать новую специальность. С передовиком производства познакомилась наша съемочная группа. Иван Николаев – специалист разносторонний. В день съемки он трудился не у конвертера, подручным Стелевара, заменял машиниста-дистрибутора на посту управления. Эта специальность редкая и очень ответственная. Машинист-дистрибутора поэтапно ведет весь процесс выплавки стали, в зависимости от ее марки подбирает нужный химсостав, следит за температурой плавки, производит окислительное рафинирование в конвертере, раскисление в ковше. Поскольку Иван – человек по натуре интересующийся и наблюдательный, он хорошо освоил и профессию машиниста-дистрибутора. Причем некоторые параметры может определить, что называется, на глаз. По цвету факела в конце продувки, если цвет становится более бурый, значит плавка задута, содержание углерода низкое. Если же цвет более яркий, то плавка задутая недостаточно. Грамотно рассчитать количество феррасплавов, определить ход продувки, оптимизировать, насколько возможно, процесс подготовки расплава к выпуску. Все это в зоне ответственности машиниста-дистрибутора. Учитывая, что в цехе выплавляется около 300 марок стали, можно представить, насколько внимательным должен быть работник, а еще, разумеется, отлично знать химию. Удивительно, но в школе Иван не очень дружил с этим предметом. Все поменялось, когда он впервые оказался в ККЦ. Уже после третьего курса, когда я побывал на практике после четвертого, я больше начал вникать в суть профессии своей. Появился интерес, когда уже побывал в цеху, сам поработал. Сам же Иван сейчас работает подручным Столевара. Тоже, надо сказать, профессия не из простых. Она одна из самых горячих на комбинате. Во время плавки на разных ее этапах он должен брать пробы стали и шлака и отправлять их на химанализ в лабораторию. И хотя на комбинате Иван работает всего 4,5 года, свое дело он знает на 100%. А когда понял, что развиваться можно и нужно, дальше начал стажироваться на машиниста-дистрибутора. Учитывая, что лучшему молодому рабочему МККЦ всего 26 лет, у него все шансы двигаться по карьерной лестнице. Новый вызов, выход из зоны комфорта, это развитие. Соответственно, оно и подкрепляется повышением заработной платы. Ты замещаешь более высокий разряд. Вообще быть металлургом Ивану было предначертано. На ММК у него трудились оба деда и до сих пор работает отец. Настоящая династия. Одна из тех, кто делает магнитогорский комбинат тем, чем он является – устойчивым, перспективным, крупнейшим предприятием. Когда видишь эти масштабы и чувствуешь, что ты причастен как-то к этому, видишь, для каких заказчиков мы управляем сталь, чувствуешь как-то значимость. Павел Берсенев, Олег Карпенко, телекомпания ТВ.